С миром. Молитесь, Игнатьевич. Милостью будь мне грешным. Создав и меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславец огрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Достойно есть я, кого истину. Блажите тебе, Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную. Матерь Бога нашего, счастнейшую, хервим и славнейшую. Истину, Серафим, безысление Бога. Слово, Рожешую, Исущую, Богородицу, Те, величая. Слава Цвесину и Святому Духу. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы измертвы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистой Твоей, Матери, силы щаснага, Желтворящего, Креста. Святых ангелов, наших хранителей, и всех ради святых помилуй и спаси нас. И человека любец. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Создав имя Господи. Сергей, микрофон выключен. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездеисущий, Весьмир наполняющий, Источник благ и податель жизни. Впереди вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, подавай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава веки. О, аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи. И ангельскую песню возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородницы помилуй нас. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородницы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Внезапно придется дея, и деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородницы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычно этого человеколюбия, и поднял меня от спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое, и ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, вразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. Я открою ста мои, чтобы прославлять Тебя благодарного сердца и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу, Придите поклонимся и припойдем ко Христу Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припойдем к самому Христу Царю нашему. Славьте Господа, ибо век милости во, «Тогда скажут избавленный Господом, которых избавил на турке врага, и собрал от стран от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истоевала в них. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славит Господа за милость его и за чудные дела его для сынов человеческих, ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчищу исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они притнулись, и не было помогающего. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Вывел их из тьмы и тени смертной и растурнул узы их. Да славит Господа за милость его и за чудные дела его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и вере и железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращала душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славит Господа за милость его и за чудные дела его для сынов человеческих. Да приносит ему жертву хвалы и да возвещает о делах его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, произведящее дела на больших водах. Видит дела Господа и чудеса его в пущине. Он речет и восстает бурный ветер и высоко поднимает волны его. Восходят до небес, не сходят до бездны, душа их истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствий их. Он превращает бурю в тишину и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славит Господа за милость его и за чудные дела его для сынов человеческих. Да превозносит его в собрание народном и да славит его в сонми старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу. Землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод. И поселяет там алчущих, и они строят город для обитания. Засевает поля, насаждает виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умоляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их глуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает рот его, как стадо овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Слава! Слава Отцу Истечную Святому Духу и ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. И избавь меня от зла, и пусть будет во мне твоя воля Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста И восхвалять святое имя твоего отца и сына и святого духа Ныне и всегда и во веки веков. Аминь Восстав от сна, я посреди ночи приношу тебе песни спасть И, преподая к стопам твоим, взываю к тебе Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся Скоро подними меня, обеспеченно лежащего, и спаси меня, стоящего пред тобой на молитве И после сна ночного пошли мне ясны, безгреховный день Христе Божий, и спаси меня Владыка, человек колючий, встав после сна, я спешу к тебе И по милосерии твоим принимаю за угодные тебе дела Я молюсь тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире И от дьявольского искушения, и спаси меня, введи в царство твое вечное Ибо ты мой творец и источник, и податель всякого блага На тебя вся моя надежда, я возношу тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне Работу и на прошедшее время эти ночи провести без напасти и всякого врарского зла Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня, при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь Господи, Содержитель Божий, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных загущие, озирающие доли земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясноведующие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие и сострадание Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты, плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней зримной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго происшествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда обществу, где я придется славу воздать каждому по делам Его. Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир. У Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый Ангел, поставлю на блестимую бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, вы меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедной моей души и тела, Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Просвятая Владычица моя, Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного, несчастного, арабатывая его. Уныние, забвение, неразумие, нерадение, всескверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца. От помраченного мамы его и погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб. Не избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений о соборе от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники и Божии. Владимир, Игнатий, Сергий, Наталья, Ольга, Анатолий, Андрей, Екатерина, Юрий, Надежда, Янис. Мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты между жен, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя от душ наших. Спаси, Господи, и помилуй людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою, спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, и всех ближних моих, и друзей, и всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, и укрепи их силою Твоей, дару им здравия и спасения души, ибо Ты благ, и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, и всех православных христиан. Прости им все и грехи, вольные и невольные, и дары им Царствия Небесные. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Во истину достойно прославляй Тебя, как Богородица, всегда блаженную и пронепорочную Матерь Бога Нашу. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно сравнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй сына моего Константина, за которого я смиренно молю Тебя, которого предаю на Твое попечение и защиту. Вложи в него крепкую веру. Научи его благоговеть пред Тобою. Удостой его крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь его, Боже, на путь истины и добра, чтобы он свиделал во славу Твоего имени. Научи его благочестиво-добродетельно жить, быть добрым христианином, полезным человеком. Дай ему здравие, душевное и телесное успех в трудах. Избавь его от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и Всех Святых, приведи Его к тихой пристани Твоего Вечного Царства, чтобы Он вместе со всеми праведными всегда благодарил Тебя с единородным Твоим Сыном и Животворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, воззри на Сына моего Константина, не спошли на Него Духа премудрости, разума и благочестия, просвети Его светом Твоего благоразумия, чтобы Он скоро разумел и узвал изучаемые им предметы и употребил их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним, и во свое спасение, потому что Ты источник премудрости, и Тебе слава возносим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Гдай, Тихонич, молитесь. Спасибо, Господи, и помилуй, аппарита Еллариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священаря Акима, Павла, Геннадия, Сергея, Сергея, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Засима, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, и Яконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Митропольца Сергея, Кирилла, Венедихта, Франциска Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, и весь священник Чицкина, Чичкичин, и высшие истинные служители, миссионеры, христианам, и язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дай священника, если угодно тебе. Смири власти воинства, и наведи страх на них, и через них сотвори благое для церкви твоей, и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Бональдия, Рамзана, Петра, Александра, Радогена, Амана, Нарсултана. И дару мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и мужчина сценить это мирное время. И перекотовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобой. И для всего пошли нам дорого помощников, наслажданников, советников. Сохрани нас отца, хору и зла и греха в этот день. Сохрани и защити в этот день нас, здесь селения наши от пожара, от воров, от нечестной силы живущих там. Андрея, Игоря, 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 Серапина, Владимиру, Дайверу и Аброфилину, Людмилу, Любовь Владимир, Алексею Иосифову. Крещи добрые жители, любящих и знающих уставов твоих, здесь у них сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игорю, Марину, Никиту, Всядовик, Виктора, Сергея, Селастьяна, Людмилу, Мину, Валентину, Рашиду, Делы в общем, найди новые души. Спаси и помилуй Валентина, Екатерина, Надежду, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Екатерину, Екатерину, Галину, Александра, Александра, Сергея, Сергея, Сергея. Царево, Господи, найди, обрати, открой истину Твою. Дмитрий Вячеслав, наслами всех, Господи, с кем мы познакомились, кому возвесили слово истины Твоей. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Возри на угрозы врагов, на их поношение, не дай исполниться их злым замыслом. И в судный день не поменим без безумия. Обрати Максима, Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея и благодетели наших благословений. Воздаем добром. И приведи к вечному спасению Елену, и Амилу, и Амилу, Елене, Наталье, Надежда, Юрия, Тепану и Благодаря, всех помогавшим об издании книг. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И Господи болящих, укрепи, дай силу все перенести безропотно. Пошли мы исцеление Твое святое, и благословение Филариона, Кирилла, Надежда, Татьяну, 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 Варентина, Варентина, Анастасия. Благодарю Тебе, Господи, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов, ибо все свое время окажется на пользу по Твоему благоволению. И от пьянства избавили Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игорь. И сохрани наше сокровище здесь в интернете. И книги здесь, и в пути, как было до сегодня. И пройдящеся Благословия Игоря Юрия Дмитрия Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея Валентина, и Романа С.Б. «Подуха лжи», «Благословия путешествующих, Арминь, судьба Виктора, Виталия, Никиту, дарим духовное рождение и жизнь в Боге. Намерение их к исправлению. Прими Господь». Аллилуйя. Найди все наше родство и Докею, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Обрати Тимофея, Тимофея Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симонова. «Если должна быть встреча с Алексеем, ты сам устрои, расположи и через него сотвори доброе дело, дабы словом благовестия распространилось еще более». между нами добудет любовь и согласие по Слову Твоему, чтобы в радости встретить Пасху Христову. «Слава Тебе, Аллилуйя!» Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. «Слава Тебе, наш Бог и Его, Вавва, Вочи!» Свят, свят, свят Господь Саваок, вся земля полна славы Его. Аллилуйя! «Слава Вышему Богу! На земле мир, в человеках благоволение!» Аллилуйя! «Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх перед Тобой и ожидание Суда Божия. «Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию, позвонотолкование Святых Отцов и на каноны Церкви. Спаси и помилуй. Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, вознай милостями всем, кто помогал нам в путешествии. Павлу, Зинаиду, Владимиру, Демену, Сергею, Людмилу, Надежда. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой, Святой Малибург, и не грешен. Благодарю Тебя, Ангел мой, за эту ночь, за всю жизнь, как Ты хранил невидимо и отловил беды. Не покинев смертный час, когда душа будет разрушаться от тела, проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян, Христитель, Претеща Христов, Моли Бога у нас. Научи нас, Господи, во всем доверяйся Тебе, научи нас житие бедности, имея пропитание, одежда, быть благочестивым и довольным, никому не завидовать, никогда не роптать. Во всем надеяться на Тебя, Боже. И каждому дару жилье Сергея Гавриловна. Святитель Христов Никола, мирлякись и чудотворец, моли Бога у нас, скорую полосу в беде. Аллилуйя. Молите Бога у нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, нох Моисея, Самуил, Аарон, Ио, Аль, Ной, Иосиф, патриархи, Едраниемия, Мошна, Месса, Иеремия, Варух, Изеки, Иосия, Ио, Иль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрок, Ипрок, Михея, Варам, Исаак, Иаков. Да исполнен Господь Духом пророческим Церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас негетовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными лея добрых дел, с отделанным в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, хирурви мы, серафимы, все небесные силы, престолы Божьи и предстоящие, святые апостолы, Петры Павла, евангелисты, Матфея, Марка, Ухаян, дар от Господь нам жажда исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе, Боже. Молите Бога о нас, святые мужчины и мужчиныцы, Игнатия, Богоносец, Полихам, Смирский, Истинка, Иосиф, Космая, Дамьян, Андреев, Тартилат, Иерон, Мученик, Примент, Римский, Примент, Анкирский, Анкир, Некомедийский, Георгий, Победоносец, Панкир, Иеронид, Сорок святых, Мученик, Бога, Царь Николая, Святое Царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф Борис и Глеб, Молите Бога о нас, Господь народ свой, дабы никто не принял на чертания зверя, Антихриста, Анкир, Вениамин, Иеронид, 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 Молите Бога о нас, Святые Отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, И Ангра Таусов, Анасия Великий, Фрэн Силин, Антоний, Макарин, Антоний, Феодосий, Харниль, Макарий Алтайский Филарет, И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Досохранит нас Господь в Святой Православной Церкви, А замыслы ретников Развеи в мечтах преврати, Аллилуйя, Молите Бога о нас, Твои жены и девы, Фекла первомущеница, Патина Самаринина Феврония, Вера и Надежда Любой, Матер-Софея Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетина, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Макдалина, Мария Египетская, Пресвила Акинла, Андроник Ивник, И Триана Устина, Да дарует Господь наш Послушание и молчание, Соломудрый, Соломудрый, Женом и Девом, И сохрани их Отсящество по руганию, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, И справки покорилась Галина и Селестрия, Надежда, Боже на Светлана, И Сергей Илья, Людмилы и Анны, И прими нашу молитву, Господи, Воздиание рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, Приятное перед престолом Благодати Твоей, Господи, Соедини нашу молитву С молитвами всех святых, Молящихся к Тебе на небе и на земле, Диви Господь, И услыши и исполни молитву Всех молящихся о нас Во благо нам, И прими нашу молитву Всех западающих На молитвах о них, Спаси, Господи, Помилуй, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, Слушайте, Да слышит, Аминь, Господи, Владыка, Живота моего, Дух праздности, Уныния, Любоначалия, Празнословия, Сребролюбия, Душа целомудрия, Смиренно мудрия, Терпение и любви Даруй мне Рабу Твоему, И, Господи, Царю, Даруй мне зреть И моя прегрешение, И не осознать Брата моего, Якоб благословен Есей, Во веки не то, И, Боже, Очисти мне грешного И помилуй меня, Прости меня, Сохрани, Благодарю Тебя, Господи, За все Твои милости, Щедрот и долготерпение, И славословно Твое святое имя, И достоин Всяческого прославления, Господи, Бог наш, Единый и вечный, Во святой Троице, Аллилуйя, Спаси нас, Господи, И помилуй, Прости мои согрешения, Тайные и явные, Не умей в помышлении, Водей и внощи, Во всей дне жизни моей, Ибо Ты благ, И человеколюбец, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Прости, Господи, Помилуй, И благослови, Господи, Болыка живота мою, Дух праздности, Уныния, Любоначалья, Прознословия, Сребролюбия, Не дажми, Дух же целомудрия, Смиренно мудрия, Терпение, Любовь, Аминь, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Доброе утро, Доброе утро, Слава Христу, Доброе утро, 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 Что вы ищете, Игнать Тихонович? Я ищу много таких файлов о молитве. О молитве начать надо сейчас. Мы же молимся, а молитве дать полное, такое же, как дальше считали. А почему ее здесь нет, даже не знаю. Всегда думал, что она здесь выставляется, как ролик какой-то. Сейчас я гляну еще такое, молитвы. И на этой лапке еще молиться. Сейчас, не пойму, что это. Такое вроде даже и не помню. Ага. Вон как оно. Это в виде, видимо, в книге сделано. Ну да. Да как это нам неудобно, так надо вязать. А это самому одному только так можно. Я могу сейчас сразу зайти к истинному православию и оттуда ее снять. Из книги. Я даже не думал, что тут у меня ее нет. Тут обо всем. И молитва о детях, и семикратная молитва. Молитва о разном. Ну так можно же на сайт зайти, там же есть раздел. Где? На сайте? Ну да. Вы почитать хотите о молитве? К истинному православию. Ну конечно. О молитве. Вот она где. Ну да как это тебе ее передать-то? Да я сам возьму. Да ты зашел на сайт? Ну конечно. Ну вот и бери отсюда ее. О молитве. О молитве второе, с двенадцатой страницы. Вот оно какое. Я вытащу ее себе. Материал огромный. Просто огромный. Отдельно. Нет. На английский переведено наверное. Тут нет. Ну давай. О молитве. Книга к истинному православию. Игнатий Тихонович Лапкин. Питание и отдых необходимы человеку для поддержания его физической жизни. Знания, искусство и вообще культура обогащают душевные качества человека. Молитва же раскрывает в человеке духовную, высшую сторону его существа. Бог любит свое творение, любит каждого из нас. Он и есть наш Небесный Отец. Как детям свойственно желание видеть своих родителей и беседовать с ними, так и нам должна быть свойственна радость беседовать с Богом и духовно общаться с Ним. Благоговейная беседа человека с Богом называется молитвой. Душа, соединяясь в молитве с Богом, одновременно соединяется и с духовным миром ангелов и праведников. По словам святого Иоанна Кронштадтского, молитва есть золотая связь человека-христианина, странника и пришельца на земле, с миром духовным, коего он член, и паче всего с Богом, источником жизни. Молитва часто сопровождается благоговейными словами и другими внешними знаками благоговения, крестным знамением, коленопреклонением, поклонами и другими знаками богопочитания. Но молитва может быть возносима без слов и других внешних проявлений. В молитве христианин изливает перед Богом всю свою душу, прославляет Бога за его высочайшие совершенства, благодарит за милости, благодеяние и просит о своих нуждах. Словословие – самый совершенный и бескорыстный вид молитвы. Молитва Отцу Небесному. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Молитва Иисусова. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Молитва Духу Святому. Царь Небесный Утешитель, Дух Истинный, Который находится везде и все собой наполняет сокровища всякого блага и жизни, податель. Приди и селись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благое души наши. К Троице. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Молитва Ефрема Сирина, читаемая во время всего Великого Поста с понедельника по пятницу. Все молитвы здесь на русском языке, в храме же читаемые на церковно-славянском языке. Господи и Владыка моей жизни, не дай мне духа праздности, уныния, начальствования и празднословия. Дух же целомудрия, смирения, терпения и любви. Дай мне рабу Твоему. Так, Господи, Царь мой, дай мне узреть мои прегрешения и не осуждать брата моего. Ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. В молитве за умерших говорится, подай, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде на воскресенье отцам, братьям и сестрам нашим. И сотвори им вечную память. И хотя нет в Библии ни одного прямого указания на молитву за умершего неверующего. Книга Сирахова, 7.36. Милость даяния добудет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости. Вторая книга Маковейская, 12 глава с 43 по 45 стихи. Сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхма серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех. И поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресенье ей. Ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешаться от греха. За умершего без покаяния, но безбожно извратив церковные постановления и не веря написанному в Библии, корыстолюбивые священники и суеверные прихожане приучились за деньги всем петь вечную память и со святыми упокой. В обычной жизни обман легко доказать, но как можно убедить всех, кто отпевает своих дорогих родственников, что их желание провести в Царство Небесное безбожника, есть лишь еще один тяжкий обман себя и попытка обмануть Бога. О! Если бы открылись наши глаза на то, что совершается в Церкви, когда священник кадит дымом кадильным, какие демоны поют у гробов, какие зловония незримо расплываются здесь. Вот что видят святые при всех отпеваниях атеистов и умерших без причастия, без примирения с Богом через принятие жертвы Христовой. Цитата. «Однажды, ходя по городу, святой Андрей увидал, что навстречу ему несут покойника. Умерший был очень богатый человек, и за гробом его шло великое множество народа со свечами и кадильницами. Церковнослужители пели обычные погребальные песнопения, а родные и близкие покойника плакали и рыдали. Видя своими прозорливыми очами, что делалось с тем мертвецом, святой остановился и стал смотреть. И вот впав на долгое время, в совершенное бесчувствие он увидел духовными очами множество эфеопов, шедших за гробом и громко кричавших. «Горе ему! Горе ему!» Одни из них держали в руках мешки, из которых рассыпали пепел на людей, окружавших мертвеца. Другие же бесы плясали и бесстыдно смеялись, как бесстыдные блудницы. Третьи лаяли, как собаки, а иные хрюкали, как свиньи. Мертвец был для них предметом радости и веселья. Некоторые из бесов, окружая мертвеца, кропили его спродной водою. Иные летали по воздуху около адра, на котором лежал мертвец. От тропа же умершего грешника исходил удушливый смрад. И ряд следом за мертвым, бесы рукоплескали и производили ужасный топот ногами, ругаясь над поющими и говоря, «Пусть Бог не даст никому из вас увидеть свет, жалкие христиане, ибо вы воспеваете над псом со святыми упокой душу его, и при этом называете его причастного всяческому злу рабом Божиим». Взглянув вторично, Андрей увидел, что один из бесовских князей с пламенным узором шел ко гробу того, отверженного со смолой и серой, чтобы сжечь его тело. Житие святого Андрея Еродиевого, 2 октября, страница 47. Сегодня же по воле московской патриархии отпевают, называя рабами Божьими всех преступников и людоедов, начиная со Сталина и генеральных рабов греха Леонида, Константина, Юрия и их верных подельников. «И главная вина за ложеотпевание падает на корыстолюбивых священников и архиереев, приговоренных Богом к вечной погибели за замену Божьих заповедей вымыслами человеческими». Третий тон настольной книги священнослужителей, страница 601. Псалмопевец же Давид хвалился пред Богом. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Псалм 118, 113 стих. Наша православная церковь разрешает молиться только за живых, и ретиков, и неверующих, и при том только при их обращении к вере православной, не о их упокоении в Царстве Божьем. Святой Григорий Богослов слышал от Бога. «Никогда же не молиться о нечестивых». Синокрасий в субботу месопустную, в триоды постной. «Если кто без покаяния умрет, неверный в жизни, быв врагом Божиим, тому нет помощи после смерти, как и Давид пишет. Ибо в смерти нет пометования о тебе. В Ааде кто исповедуется?» «О златоуст, субботу пентикосную, о том, чтобы не плакать о умерших». «Если бы священники боялись Бога и заботились о спасении доверившихся им слепцов духовных, они бы знали, что недостойное, без должного приготовления, причащение несет человеку болезнь и смерть, телесную и духовную». Цитата. «Оттого же многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 27 по 31 стихи. В житии Макария Александрийского, 19 января, страница 643, говорится «Сей же преподобный Макарий рассказывал дивное и ужасное, а именно, что в то время, когда братья приступали к божественным тайнам, некоторым из братьев его повлагали горящие угли, а предаваемое иерейскую рукою тело Христова возвращалось обратно в алтарь. От тех же, кто были достойны святого причащения, бесы отбегали далеко. Между тем, около алтаря с иереем стоял ангел Господень и вместе с иерейскую простирал свою руку для раздаяния божественных тайн». «В первоапостольской церкви был в церкви не Вавилон смешения верующих и неверующих, но из посторонних же никто не смел приступать к ним». Негодияния, 5 глава, 13 стих. Настоящий врач-пастырь, заботящийся не об угождении приходящим, а о их спасении, как Иоанн Златоуст, предпочитает лучше тело свое отдать на съедение псам, чем тело Христова, недостойно причащающемуся. В описании жития святого Пафнутия Боровского, 1 мая, все числа по старому стилю, страница 56-я, говорится. «Духовные дети преподобного почитали его и боялись. Князь Георгий рассказывал, что когда он шел на исповедь, преподобному у него колени подгибались. Пафнутий был милостив и снисходителен, но подчас бывал суров и гневен». Так учит спасаться нас Святой Евангелие, когда мы истинно молимся всею душою, любя нашего сладчайшего Иисуса. Безбожника не должно вписывать в диптихи и в поминальники. Безбожником является не только неверующий, но и отступник, бывший крещеным. «Согласно анафемы патриарха Тихона, находятся под клятвою все сотрудничающие советской властью с врагами дела Божия, все сексоты – стукачи. Священник же должен каждое имя в поминальнике знать, как живого человека достоверно, кто он. Ибо даже за живого человека, не кающегося в своих грехах, запрещено молиться». Цитата. «Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу Тебя». Книга пророка Иеремии, 7 глава, 16 стих. «Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем». Пророк Иеремии, 11 глава, 14 стих. «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силой великою и рукою крепкою». Исход 32, 11. «Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился». 1 Иоанна, 5 глава, 16. «И никакие ходатайи не помогут, пусть священники не обольщают народ, что Бог милостив и примет их молитву». Как говорит святой Иоанн Златоуст, «О милости Божией мы не знаем ничего, кроме того, что написано в Библии». «И сказал мне Господь, хотя бы пред лице мое предстали Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут». «Про Ковимея, 15 глава, 1 стих». «Если человек согрешит против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто?» «Затаем о нем». Первая книга Царств, 2 глава, 25 стих. «Согрешают против Бога не только явные хулители, но и отвергающие, нарушающие Святое Слово Божие Библию. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Книга Притчи, 28 глава, 9 стих. «Допуская до причастия всех без рассуждения, священники губят причащающихся, нарушая принцип отделенности Церкви от мира и делают свою и молитву народа мерзостью». «Молитва бывает в грех. Когда будешь судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех». Псалом, 108, 7 стих. «Когда человек приступает к Богу, а сам кому-либо не простил от всего сердца согрешение против Него, прежде нежели начнешь молиться, приготовь себя, и не будь как человек, искушающий Господа». Книга Сирахов, 28, 4, 39, 6, 18, глава, 23 стих и 21 глава. «Познав же, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, и что уже было делом разума, чтобы познать чей-то дар, я обратился к Господу и молился Ему, и говорил от всего сердца моего». «Премудрость», 8 глава, 21 стих. «Молитвы за самоубийц нет, исключение делается только для того несчастного, кто в момент тот был не в своем уме». Тим, 14, что это, непонятно. «Как образец всесторонней молитвы изо всех и по всем случаям...» «Очевидно, седьмой вселенский собор, 14 правила». «Ну вот, тут Тим написано, Тим». «Тим, Тим, Тим, иначе, Тим написано, Тим 14». «Покажи, где». «Вот, вот». «Тимофея, это правило Тимофея, 14, это в книге правил. Там вселенские соборы и правила святых отцов. Где-то 13 или 17 Василий Великий, правил, это святых отцов столько, их правила в книге правил». «А это кто такой Тимофей?» «Ну, Тимофей там говорится какой, александрийский. Патриарх, что ли. Это церковь утвердила на соборах как образец всесторонней молитвы изо всех и по всем случаям указан в третьей ездре, седьмое глава, Брюссельское издание. «Нераскаянных грешников Бог не слушает». Цитата. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волей Его, того слушает». Вот здесь говорится «брюссельское издание». Это означает, что в нашей Библии этого нету. Потому что у нас с синайского манускрипта, и там не хватало этих слов, там вычекнуты или как были потеряны, не знаю, стерты. И теперь только мы это находим в Брюссельской Библии. Такая же все, синодальный перевод, но вот этих мест нету с седьмой главы. Это тоже надо знать, потому что вот сегодня, ну если в Библии говорится одна причина развода, то сегодня в патриархии сделали 12, то есть по любому поводу. И так же самоубийцы. Был помешанный, он не соображал ни огонь, ни воду. Вот об этом Тимофей говорит. А сегодня подряд всех самоубийц отпевают. Ну то есть безумие, полное безумие захлестнуло церковь. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Плач Еремея 3, 8 и 44 стих. Высшая молитва, славословие, низшее прошение. Урок Исаия, 6 глава. Говоря, благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который и сии был, и грядешь, что Ты приял силу Твою великую, Его Царьеса. Откровение 11, 7. 11, 17. Открыть, наверное, надо. А, Игнать Тихонович. Что нужно открыть? Откровение 11, 17, наверное, надо почитать. Открыть, прочитать, обязательно. Указанные места считать всегда надо. Это материал о них где нет. Это наш материал, лично собранный. Говоря, благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который и сии был, и грядешь, Что Ты принял силу Твою великую, И Его Царился. Крыльями молитвы являются Посты и милостыня. Деяния 10 глава. Темная бесовская сила трепещет перед молитвой и постом. Сей же рот изгоняется только молитвою и постом. Отфея 17, 21. Вот теперь надо помолиться. Смотрите, сейчас что придумали. Послушание Ави дороже поста и молитвы. Это монашеская выдержка. Прямо сатанинские изречения. Посты и молитвы единственное оружие. Они его отбирают, чего сатана боится. А вот слушайте, человек, А он и Библию не читал никогда. Когда я в грузинской церкви говорил, В Тбилиссе, и там монахи сидят. Как они сразу воскрысились. Ну что тут непонятно. Это пост и молитвы. Главное оружие против сатаны нет. Дороже поста и молитвы – послушание. И послушание человеку, который Писание не знает. Дороже поста и молитвы – на земле ничего нет. Против сатаны. Ни молитвы заклинательные – ничто. Молитва да будет непрестанной. «Бодрствуйте в молитвах» – 1 Петра 4,7. «Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служила Богу день и ночь». Евангелие от Луки, 2 глава, 37 стих. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Словом. Деяние 6,4. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 5 стихи. Необходимо, чтобы мы молились не только заученными, заранее написанными молитвами, но и, цитата, свои желания открывали пред Богом. Филиппийцам 4,6. На молитве христиане по возможности стояли лицом к востоку. Евангелие от Луки, 1 глава, 78 стих. По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше. Василий, 91 правило, как желание вернуться в потерянный на востоке рай. Христос всю ночь пребывал в молитве, Лука 6,12, как принято доселе во многих монастырях с неусыпающей псалтирью. Будьте постоянным молитвием, бодрствуя в ней с благодарением. Колосиным 4,2. Входящие на богослужение в церковь, да не выходят до конца. Всех верных, входящих в церковь и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом протещении до конца, как бесчиния в церкви производящих, отлучать подобает от общения церковного. Апостольское правило 9 и Антиохийское 2. Апостол Павел настаивает, чтобы на молитве мужи воздевали руки без гнева и сомнения. 1 Тимофею 2,8. Историки церковные утверждают, согласно записанному церковному преданию, что от дедыней апостольских христиане совершали крестное знамение правой рукой. Василия правило 91. Первые христиане слагали отдельно 4 перста и простертым одним перстом творили крестное знамение, запечатлевая свое тело и все вокруг себя. В римском пантеоне, когда насчитывалось около 500 идолов-богов, на это Ян Златоуст насмехаясь, замечаясь, что хотя по названию было много богов, а в действительности не было ни одного бога. И поднимая один перст, христиане утверждали веру в единого Господа Бога Вседержителя Творца Неба и Земли. Когда же возникла ересь Ария, посигнувшего на учение Святой Троицы, крестное знамение совершать стали тремя перстами, как ныне молятся в большинстве православные христиане. Смотри, житие епископа Милетия. С возникновением ереси монофизитов и монофилитов, утверждавших, что во Христе только одна природа божеская или человеческая и одна воля, православное сознание утвердило учение о двух естествах и двух волях. Победа в Духе отразилась и на форме сложения перстов при крестном знамении. Стали касаться членов тела, лба, чрева, правого и левого плеча двумя перстами, простертыми вперед, указательного и среднего, пригнутого до уровня указательного, означающих божество и землю, два естества во Христе. При крещении Руси и было принято двоеперстие, в то время бывшее на большей части Греции. В дальнейшем из двух бывших в 17 веке форм сложения перстов и в большинстве оказались слагающие троеперстия, что и принял в реформе патриарх Никон на Руси в 17 веке, безрассудно придав клятве святое двоеперстие. Правда, позже, в 1971 году, клятвы на старые обряды были сняты, признав, что оба обряда равноспасительны. «Крестное знамение нужно совершаться истово, чтобы тело чувствовало твердое прикосновение сложенных перстов. Крест начертывать четко, прямо, ибо небрежному маханию руки бесы радуются», — говорит Иоанн Златоуст. Интересно, что на форму сложения перстов не указывает ни одно каноническое правило, ни один святой отец во времена соборов. Почему? Поклон совершать глубокий. Если поклон поясной, то наклон тела должен быть такой, что если опустить руку, то она могла бы коснуться пола. Земной поклон, когда руки, колено и голова касаются земли. Говоря о внешней форме молитвы, необходимо помнить, что наиглавнейшее — молиться духом. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Эфесянам 6.18 «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Откровение 5.8 «Если о чем добром начал молиться, молись непрестанно. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». 1 Петра 4.7 «Со слезами он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышал был за свое благоговение». Евреям 5.7 Если уже на молитве вспомним, что на кого-то имеем что-то, следует простить тотчас. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Матфея 5.23 «Женский пол да прикрывает голову платком. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся и пророчествующий, с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. «А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов». 1 Коринфянам 11 глава с 3 по 10 стихи. «А голова мужа должна быть открыта. Каждый день являют нам бесчисленные благодеяния. Желаем мы того или не желаем, знаем о них или не знаем. Бог не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за все дарованное. Чтобы за это дать нам еще большее воздаяние». Иоанн Златоруст. «Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, есть Божье и от Бога. Поэтому на нас лежит долг благодарить Его за все, за всякое благо, получаемое от Его щедрой десницы, явное или неявное, за всякое доброе деяние или подвиг, за всякую победу над врагами нашего спасения, как нам заповедано, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5 глава 18 стих. «Позаботься же возгревать в себе чувство благодарения к Богу с момента пробуждения во весь день и засыпай со словами благодарности на устах, потому что ты погружен в Божие благодеяния, в числе которых и самый сон». Подобный Никодим Святогорец. «Все, что имеешь, считай полученным не от других людей, но от Бога. И Ему воздавая благодарностью, Ауа Исаия, принесите смертные благодарения Сыну, избавившему нас от рабства, в котором содержала нас смерть за наши грехи. Он запретил смерти, спустился в ад, извел умерших из гробов. «Кто в состоянии воздать Ему за благость Его к нашему смертному роду?» Ефрем Сирин. «Если бы мы имели в себе по тысяче душ, не следовало ли бы положить все за Господа? Впрочем, и таким образом мы не сделаем ничего достойного Его благодеяний. Хочешь ли знать, как нужно выражать благодарность? Исповедать свои согрешения – и значит благодарить Бога. Кто исповедует свои грехи, тот показывает этим, что он сознает виновность в бесчисленных грехах и только не получил достойного наказания. Он-то и наиболее благодарит Бога. «Случится ли хорошее? Благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось ли плохое? Благословляй Бога, и плохое прекратится». Мы знаем, что нам полезно в той мере, в какой Бог знает. Следовательно, получили или не получили, мы должны благодарить. Иоанн Златоуст. «Как необходимо дышать, так необходимо благодарить Бога в искушениях, скорбях и лишениях, каким подвергаемся мы на пути богоугождения». Симеон Новый Богослов. «Следствие молитвы – то, что мы пребываем с Богом, а кто с Богом, тот далек от его противника». Григорий Невский. «Молитву делают успешнее не голые слова, но добрые дела». Иоанн Златоуст. «Милосердие к ближнему и смирение преда ними в совокупности с чистотой сердца составляют основания и силы молитвы. Желающие заняться подвигом молитвы, прежде нежели приступить к этому подвигу, постарайся простить всякому причиняющему тебе какое бы то ни было зло». Первое приготовление к молитве состоит в отвержении памятозлобия и осуждения ближних. Намереваясь принести Богу молитву, отвергни все помышления и попечения земные. Перед молитвой покоди в сердце твоем фимиам страха Божия и святого благоговения. Постарайся умилостивить судье и смирением. Молитву должно совершать с верою. Основать ее должно на незлобе. Приготовлением к молитве служат непресыщенное чрево, отсечение попечений мечом веры, прощение от искренности сердца всех обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговейный страх, расположение души наиболее сообразуется с положением тела. Ноги держать вместе, не переступать, не подгибать колен, руки или скрещены на груди, или опущены вниз, но не сзади. Первые христиане молились крестообразно, простирая руки, или в таком же положении распростершись на земле, в подобающем месте. Не облокачиваться, не опираться на что-либо, глаза устремлены вверх, вперед или вниз, но не блуждают, не озираться. Ничто так не способствует молитве, как послушание, умерщвляющее для нас мира и для самих себя. Сознание своей греховности, сознание своей немощи, своего ничтожества, необходимое условие для того, чтобы молитва была милостиво, принятая и услышана Богом. «Стой на молитве твоей, как бы ты стоял пред самим Богом». Епископ Игнатий Бринченинов Христос дал нам образец молитвы, научая нас, чтобы быть услышанным Богом, зависит не от множества слов, а от бдительности души. Говорят, могу молиться и дома. Ты сам себя обманываешь, друг мой. Правда, ты можешь дома молиться, но не можешь молиться так, как в церкви, где собрано столько отцов, где возносится к Богу единодушный глаз. Ты не можешь так возносить молитву, когда один станешь призывать Господа, как можешь возносить ее, когда стоишь вместе с братьями, ибо здесь есть нечто большее, единение многих, союз любви, молитвы священников. Для того и поставлены священники, чтобы молитвы народа, которые могут быть слабыми, соединяясь с более сильными, возносить на небо. Преклони колени, воздыхай, моли Господа твоего быть милостивым к тебе. Он особенно преклоняется на милость ночными молитвами, когда ты время отдыха делаешь временем плача. Великое дело среди глубокой ночи, когда спят все люди, звери и скот, когда господствует величайшая тишина, тебе одному бодрствовать и дерзновенно беседовать с владыкой. Ночные слезы лучше всякой росы. Если душа не будет питаться этой росой, то будет сожигаться во время дня. Получим ли просимое, не получим ли, будем настойчивы в своем прошении и будем благодарить не только в случае успеха, но и в случае неуспеха. Иоанн Златоуст. Многие и тайно, молясь дома, делают это для того, чтобы понравиться людям. Блаженный Феофилакт. Как не согреется дом дымом без огня, так и та молитва бесцерковная, ибо церковь называется земным небом. И такое страшное, и грозное, и преславное чудо Божие, каким является церковное богослужение, вы хотите заменить домашним своим пением. Святой Алексий, митрополит Московский. Не оставляй молитвенное правило, чтобы не впасть в руки врагов твоих, Ава Исаия. Наблюдая установленные часы для молитвословий и не пропускай ни одного из них, чтобы не подвергнуться на это суду, Антоний Великий. Возлюби более поклоны в молитве, нежели псалмопения, Исаак Сирин. Грешнику не должно оставлять молитвы из-за грехов своих, ибо если думаешь, что ныне не достоин приступить к Богу с молитвой, то когда будешь достоин? Все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3.23. Недостоинство твое ничем тебе повредить не может. Тихон Задонский. Мать всех добродетелей – молитва. Она не только может очищать и питать, но просвещать и в состоянии сделать подобными солнцу искренне молящихся. Нил Финайский. «Кто не прибегает к молитве, тот хотя бы и сидел на царском престоле слабее всех. Когда я вижу, что кто-либо не любит молитву и не имеет к ней горячей ревностной любви, то мне уже ясно, что он не владеет в своей душе ничем благородным». Великое благо – молитва. «Если кто, разговаривая с добродетельным человеком, получает от этого немалую пользу, то каких благ не получит удостоившийся беседовать с Богом» Иоанн Златоуст. «Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение твоих нервов, не горячи крови. Напротив, содержи сердце в глубоком спокойствии, в которое оно приводится чувством покаяния. Тот, кто желает раскрыть в себе глубокое чувство покаяния, употребляет в орудии к достижению такого состояния краткую молитву, произнеся ее со всевозможным вниманием и благоговением. Стремись к стяжанию чистой молитвы, соединенной с чувством покаяния и плача, с воспоминанием о смерти, о суде Божьем. Действуй молитвой воодушевленной плачем. Такая молитва пламенное оружие, попаляющее страсти и прогоняющее духов отверженных». Игнатий Бринчанинов. Страсти, как сказано, суть демона и уходят от призывания этого имени Иисусова в Арсенофии. «Кто чреват злобою, а молится отче наш, тот призывает не небесного отца, а преисподнего, который сам есть лжец и делается отцом лжи и греха». Григорий Низкий. «Блажен воистину, кто прилепился мысленно к молитве Иисусовой, взывая к нему непрестанно в сердце. Как воздух прилежит телам нашим или пламя свечки, так солнце, проходя над землей, производит день, как святое и достопоклоняемое имя Иисуса, непрестанно сияя в уме порождает бесчисленное множество солнцевидных помышлений». Исихий Иерусалимский. «Лучше солнцу прекратить шествие свое, нежели оставить псалтирь. Великая польза поучаться из псалтири и читать ее прилежно. Все книги божественные нам на пользу и доставляют печаль бесам, но ни одна из них так, как в псалтире. Даня неродим. Молитва должна быть напряженной и усердной. И если долго не отвечает Бог, то для твоей пользы. Он знает, что если получишь, то отойдешь. Молитва за врагов умилостивляет владыку. Делаемся подобными Богу. А если за друзей, то как мытари, ибо и они любят любящих их. Молитва воздух для души, противоядие против грехов. зимой, зимой большую большую ночи посвяти молитве. Боясь, чтобы демоны не похитили все, будем непрестанно молиться. При потере и ущербе повторяю, Бог дал, Бог и взял. Повторяй это и угодишь Богу. Бог особенно тогда склоняется к нам, когда не другие, но сами молимся. Исаак молился о непловстве Ревеки 20 лет. Мы же 20 дней не молились. Я уже говорил, что многие зевая, подтягиваясь и оглядываясь назад стоят на молитве. Многие просят Бога покарать врагов. И так одни небрежением, а другие ревностью губят себя. учат дьявол и добиват и добивается своего. Ударишь ли ты раба перед его господином, а ты бьешь раба господня пред ним. Помни свои грехи и бечуй себя, а ты человек и сам не слышал себя, о чем молился. Молись часто, лежа на постели ни о чем не думаешь, а здесь на молитве тысячи мыслей одолевают. Совершенно невозможно впасть в грех постоянно молящемуся. Пламень, вознесенный в молитве, может одолеть страсти, часто повторяя молитвы, согревая и промежутки. Молитва против врагов уподобляет пьяной, бешеной старухи и дерзкой. Молитва за врагов делает язык ангельским. Не уступай первенству молитве прочей твари, солнцу, птицам, встань раньше и прославь Бога. Предающийся сну потопляет свою ладью. Если просишь ненужного, то и праведника Бог не услышит. Молитва святых имеет великую силу, если и мы содействуем им сами. А у нас молитва прерывается от всякого стука, шума. Илия не зевал подобно нам. Иоанн Златоуст том 1 страница 526 Том 2 страница 327 410 454 833 Том 3 страница 42 326 368 371 469 Том 4 страница 816 Том 5 страница 11 38 59 67 239 403 Когда вы приходите являться предлице моя, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Прок Исайя 1 12 Пастыри пасли самих себя Иезекииля 34 2 Обманывали народ, допуская всех до таинств без изменения жизни людей. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничьи, разобьются и попадут в сеть и будут уловлены. Книга пророка Исайя 28 глава 13 стих За грехи корыстолюбия я гневался Исайя 57 17 И чем более грешат люди, тем более идут покупать нечистые свечи и выгодно священникам держать народ в грехах, не допускать их до истинного покаяния, до истинного православного крещения, а мочить им лишь головы, обольщая всех в кавычках благодатью. Грехами народа моего кормятся они. Пророк Осия 4.8 Пророк Даниила 14 глава Патриарх должен уйти в затвор, как патриарх Павел 4, подписавший юридические документы. 760 84 год Проказа съела дом Божий грехом. Книга Левит 14 глава 44 по 48 стихи То священник придет и осмотрит. Если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме нечистого. Должен разломать сей дом и камни его и древо и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои и нечист будет до вечера. Ибо кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои и нечист будет до вечера. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. Разломать, закрыть его и начать с нуля. Эта едкая проказа захватила не только российский дом, но и, что самое страшное, русскую православную церковь. Неверующие Библии, презирающие соборные каноны, архиереи и священники поражены духом обмерщения. Крадут слова мои друг у друга. Иезекииль 23.30. Ссылаются не на Библию, но на греховный опыт своих предшественников. Макарий Александрийский, 19 января. Видел пресс-фитера, проказа съела его рот так, что виден был затылок. Макарий сказал ему, что исцеление возможно только в том случае, если священник не будет больше совершать литургии. Это же про наше время. Симеон Столпник 1 сентября обличил весноватого священника, говоря, что бес вошел в него за то, что он невинных людей отлучал от причастия. Геннадий Патриарх 31 августа доказывает, что ненаученный пресс-фитер не может людей вести к спасению. Ставить священники раньше 30 лет категорически запрещено. А если такое уже случилось, должны немедленно быть извернуты из сана. Правила святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем. Дабы во пресс-фитера прежде 30 лет не рукополагать, если бы человек и весьма достоин был, но отлагать для доуреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в 30 лет крестился и начал учить. Подобно и диакон прежде 25 лет, и диакониса прежде 40 лет, да не поставляется. И по диакон да поставляется не прежде 20 лет возраста. Если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Шестой Вселенский Собор, 14-15 правила. Сегодня оставят таких сам, кто и Библии не прочитал, и не знаком с правилами соборов, но сам он знаком безбожным властям, как аморфные, к делу Божию, готовые на все нарушения угождать допустившим его к власти атеистам, а не Богу. Трагедия русской церкви. Все нужно начинать, как во дне Афанасия Александрийского, с домовой церкви, с покаяния и отречения от мира. Обмерщенная, как ныне церковь, будет скоро уже не агитпунктом КГБ, но служанкой Антихриста. Ибо по пророчеству православный патриарх должен венчать на царство всемирного диктатора Антихриста. Мерзость запустения на святом месте в расцвете. Имеющий уши слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Ей гряди, Господи Иисусе. Книга Откровений, 3 глава, 22-й, 22-й, 20-й стих. Ну вот все пока за сегодня. Спаси Христос Богом! Слава Христу! Спаси Христос Богом!